Всем привет, с вами Мосса. Ну, судя по статистике, это работает следующим образом и никак иначе. Вам не напомнишь? Вы не сделаете. Поэтому, ребят, прямо сейчас призываю максимально поддержать это видео вашими подписками, лайками, комментариями, ведь именно ваша активность меня мотивирует и подгоняет, чтобы я быстрее выкладывал на канал свежие и полезные видео, ведь на подходе-то у нас гайд по самым эффективным финтам. Думаю, многим будет полезен данный ролик. Ну, а сегодня мы вдоль и поперек изучим угловые, научимся делать правильные подачи, сухие листы закладывать, причем довольно регулярно, разберем некоторые розыгрыши и кучу нюансов. Ну, а за любыми спортивными и не только событиями можно и нужно следить в компании моих хороших друзей из Пари, которые для вас оставили в закрепленном комментарии отличный бонус. Мой старый друг предстал в новом визуальном стиле. Полностью легальная компания Пари работает на инновационной платформе. Футбол, хоккей, бокс, UFC, киберспорт. Ассортимент событий колоссальный. Пари — это лучшее приложение к спорту. Забирайте фрибэ тысячу рублей в закрепе. Главное — полностью пройдите процесс верификации, чтобы получить максимальный бонус. Приятного просмотра! Залихватские подачи в район противоположного углового, точнейшие пасы на ногу вражескому нападающему и разминка вратарей соперника на выходе. Стоило электроникам молиться изменить систему и на тебе всеобщий корнерный коллапс. Можно, конечно, самостоятельно смотать в марафон проб и ошибок, но давайте упростим нашему брату жизнь и возьмем на вооружение самые эффективные способы конвертировать беспонтовый стандарт в перспективный голевой момент. Для начала проверьте амплуа и убедитесь, что угловые у вас исполняет тот, кто имеет об этом хоть какое-то отдаленное представление. В характеристиках игроков нам нужны длинные пасы, точность штрафных ударов и подкрутка. Нет, ну так-то и бронзовая деревяха может сносно навесить, но вышеуказанные статы позволят вам максимально точно приземлить задуманную подачу без лишнего разброса. Начнем с самого простого и, кстати, далеко не самого кислого способа стандартной крученой подачи. Как и в случае со штрафными, правым стиком мы можем двигать прицел и выбирать способ удара. Если собираетесь исполнить классический навес, вам нужен левша справа и наоборот, ну, чтобы закрутка была в сторону ворот. Как правило, наиболее годный для удара головой игрок тусуется где-то между 11-метровой отметкой и ближним углом вратарской. Чтобы навесить именно в эту, и забегая вперед скажу, самой читерскую зону, нам надо прицелиться примерно сюда. Лучшим ориентиром будут два защитника соперника, которые стоят, считай, в линию. Заряжаем 3 или 3,5 деления силы и вуаля, получаем достаточно сильную резаную подачу в аккуратно крепкий качан. Второй, менее стабильный, но более эффектный способ доставить мяч в ту же зону, это создануть прямой накл. Отлично подойдет, если у вас в составе нет достойного левши, чтобы крутануть справа, или правши, чтобы закрутить в сторону ворот слева. По направлению целимся в нужного игрока, заряжаем примерно такую же силу, на выходе работает весьма неплохо. Но что делать, если соперник по старой доброй традиции выдвигает вратаря, чтобы обломать ваш хитроумный план с подачи на ближнюю? Закидывать на дальнюю, если честно, вариант такой себе. А вот наказать выскочку сухим листом в этом году более чем реально. Как минимум, потому что отныне не требуются сложные расчеты. Главное, правильно выставить прицел. Для этого вам нужно максимально снизить высоту подачи, не меняя ее крученый тип, и навести пипетку ровно посередине, между лицевой линией и углом вратарской, то есть вот сюда. Дальше заряжаем пушку на полную и наблюдаем, насколько жестко тупят киперы и защитники в такой ситуации. Если повезет, то с другого угла можно и накл по аналогии исполнить. Главное найти положение, в котором пипетка загнется в сторону ворот. Таким макаром оно сложнее, иногда вообще не представляется возможным, но если получится, хайлайт запомнится и вам, и вашему сопернику. Рука не поднялась документировать собственный позор, но признаюсь, в одном из матчей Rivals соперник мне закинул сразу два сухих листа, и сражение, то кажется, так и закончилось, 2-1 в его пользу. Так что теперь выдергивать вратаря с линии надо аккуратнее, ну либо молниеносно переключаться на игрока, который закрывает ближнюю, чтобы тот среагировал и попытался вынести мяч с ленточки. Стой, не проматывай, чтоб потом в комментах Ильичке не задавать лишних вопросов. Все вопросы касательно золотишка, а также игр, подписок и аккаунтов поможет вам решить. Ваня Мухин сделает все оперативно, надежно и качественно. Ну вот мой личный аккаунт, надежное тому подтверждение, ссылка будет в описании ролика. Понятное дело, что соперники, которые уже испытали величие грамотных подач на ближнюю и прямых ударов, будут на чеку и попытаются проконтролировать оба этих варианта. Есть ли другие годные способы огорчить супостата? Конечно. Но потребуется чуть больше возни, ибо речь пойдет про розыгрыш. Подзываем игрока кнопкой R1 или RB, причем лучше это сделать до того, как появилась анимация корнера, ну чтоб комрад сразу стоял на месте. Даем обычный пас ближнему, и дальше у нас есть три перспективных варианта развития событий. Самый простой, дать жесткий пас игроку, который у вас тусуется на подходах к штрафной, принять мяч, да подработать, и садануть хорошечный крученый лонгшотик в дальнюю девятку. В этом году удар нам дали на любой вкус и цвет, остается лишь выбрать оптимальный, в зависимости от позиций и рабочий нагибющего. Где-то лучше зайдет в файнэс, где-то наоборот идеально будет пробить шведой. Сами знаете, насколько жесткие сейчас эти удары, зажатые Л2 или ЛТ. Ну а если вас особо не встречают, и перед игроком вагон и маленькая тележка пространства, можно на дерзость и мощный удар с Л1 и Р1 садануть. Но тут оно тоже, скорее эффектно, чем эффективно. Больно часто такие пушки находят автоблоки. Второй сценарий розыгрыша, это пуститься в финтобоярский пляс. Главное просочиться сквозь первый заслон. Дальше дело техники. Находим пасом свободного игрока и расстреливаем ворота с убойной позиции. Чтобы накрутить защитника, лично у меня лучше всего заходят переступы с последующим ускорением, либо старый добрый хил-ту-хил, либо он же, но с зажатой Л1. Новоиспеченные финты, как известно, имеют тенденцию быть имбовыми. Но вы и так знаете, что делать, чтобы в ближайшие дни узреть на моем канале гайд по самым эффективным скиллмумам в этой части игры. Ну а третий сценарий розыгрыша, это что-то среднее между первым и вторым методом. Снова даем пас ближнему, сразу подзываем к себе с помощью R1 или RB игрока, которому скатывали под удар, но теперь он получает мяч уже на ходу и на скорости через финты проникаем в штрафную. Даже если в этой куче малей не удастся выйти через пас на свободного игрока, есть вероятность, что ваш плакса нафинтовертит на пенальти. А вот что касается подачи после короткого паса, которая отлично работала раньше, сейчас оно как-то не ахти, ну как минимум на некстгене. На такие навесы и защитники реагируют хорошо, да и вратари мух не считают. Не, ну можно, конечно, с 20-х попытки таки оформить галешник, но как по мне, уж лучше тогда рандомные прямые подачи пробовать. Ну а если хотите от души угостить соперника соленьем вареньем, забацайте ему фирменную домашнюю заготовку, как, например, Дима Фаворит, который уже не первый год гоняет свой метод с плеер-локом. Вот сам, кстати, пускай и рассказывает, как оно делается. В помощи кнопки ЛТ моментально подзываем партнера. Стиком бега разворачиваем его в сторону, где нет соперника. После чего прожимаем оба стика комбинацией Р3-Л3. Когда над игроком загорается ром, правый стик держим вверх. Переключаемся на ближнего забегающего и начинаем вручную его двигать в свободную зону. Дадим ему малой скорости и навешиваем. Вуаля, вот он гол. Ну и напоследок, пару советов, как обороняться на корнерах. Немного вынимайте с ленточки вратаря с помощью Р3. Если видите, что соп долго целится и есть подозрения на сухой лист, ставьте кипера обратно и переключайтесь на игрока на ближней штанге. При коротком розыгрыше не выбрасывайтесь на встречу. Контролируйте игрока с помощью Л2 и зовите камрада с Р1, делая прессинг вторым игроком. А чтобы оперативнее среагировать на любую задумку оппонента, можете прожать Р3, чтобы у вас сразу были 4 варианта быстро переключиться правым стиком на нужного игрока, ну или оперативно подправить расстановку своих защитников. Каким в итоге способом чаще всего пользуюсь я сам? Ну, смотрите, если соперник особой активности не проявляет, там вратаря не двигает, то вешаю на ближнюю, а если он пытается контрить, то подзываю игрока и уже там через короткий пас с финтопляской пытаюсь вкрутиться в штрафную. Вот вы, кстати, тоже напишите, какой способ розыгрыша или подач вы считаете сейчас наиболее эффективным и не забывайте, что ваша активность приблизит, ускорит выход гайда по самым эффективным финтам. Буду рад вас также видеть в своих соцсетях, все ссылки находятся в описании ролика. Особенный респект тем, кто подпишется на мой дзен. Не забывайте про загребленные комментарии. И на сегодня все. С вами был Мосс, скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин